Всем привет! И в сегодняшнем видеоуроке по Adobe Photoshop я расскажу как сделать вот такой вот интересный эффект в стиле 80х с текстом. Так что же давайте начнем наш видеоурок. Поехали! Итак, давайте же начнем наш видеоурок. Сразу же перейду к новосознанному проекту. Вот он у меня, проект 81. Кстати, при создании проекта сразу же задавайте черный фон, потом будет проще работать. Ну это уже проверено на опыте при создании данного видеоурока. Так вот, я уже создал новый проект и начнем сразу же с первого, а точнее основного. Это написание нашего текста, с которым мы будем сегодня работать. Для этого переходим в панель инструментов и панель инструментов ищем инструмент текста. Вот я выбрал инструмент текста и теперь пишем наши слова. Ну как у меня два слова, у вас может быть одно. У меня будет два слова, но в разных стилях, как это было в примере. Так вот, кликайте на любое пустое место. Так, и я вот пишу первое слово. Это у меня будет тек. Он у меня, кстати, оно сразу же пишется в том стиле, который будет у меня применяться к слову тек. Кстати, вот этот вот шрифт я нашел просто в интернете. Я зашел в угол, написал вот шрифты в стиле 80-х и мне выдало шрифт вот стримстер. И, кстати, еще выдал разор, который я хотел применить ко второму слову, но потом применил стандартный бибас, который у нас используется на канале. Так вот, я написал уже тег. Сразу же давайте поменяю его на белый цвет, потому что розовый, потом уже будем применять. Вот, по размеру текста потом уже разберемся. Сначала вот я написал тег, потом второе слово. Ой, что я делаю? Потом второе слово, опять же, исключаю инструмент текста и пишу здесь Union. Так, поднимаюсь вверх и здесь пишу наш бибас, который у нас на канале. Так, бибас, наверное, болт. Ну да, побольше. Так, в принципе, сразу же отключаю тег, потому что он мне сейчас не нужен. Я буду работать сейчас с Union. Так вот, перемещаю. Ну, пока что не перемещаю. Окей, выбираю инструмент текста. Нажимаю на нем инструмент текста. Теперь с помощью комбинации Ctrl-A выбираю весь текст. Точнее его выделяю. И теперь нужно его увеличить по размеру. Но у меня где-то получилось 120 пикселей, по-моему, перед этим. Но так, где-то так. У вас, вы смотрите по вашей картинке, как вы это видите. Но после того, как вы показали ваш размер, просто нажимайте на галочку сверху. Все. У вас текст по тому размеру и с тем шрифтом, который вам нужен. Теперь перемещаю Union на центр для того, чтобы с ним было проще работать. И перехожу к следующему пункту. Следующим пунктом нам нужно создать копию данного слоя Union. Но только с целью для того, чтобы забрать с данного Union обводку. Ну, сейчас покажу, как это делается. Перехожу в Layers. В Layers накажу мой Union. Выбираю его с помощью левой клавиши мыши. Потом нажимаю комбинацию клавиш Ctrl плюс J. Или же Command плюс J на Mac. Отключаю основной Union. И теперь нажимаем правой клавишей мыши на наш Union Copy. После этого у нас скрывается окно, в котором... Ну, как выпадающее окно, в котором мы ищем пункт Convert to Shape. Нажимаем на него. После чего наш слой стал не текстовым, а шейповым. То есть фигурой. Это нам и нужно. Переходим в панель инструментов. В панель инструментов ищем инструмент вот такой вот. С черной стрелочкой, которая вот называется Path Selection Tool. Он нам и нужен. Будем с ним дальше работать. Для работы с ним поднимаемся вверх. Здесь вот Active Layer. В Fill мы отключаем Fill. То есть нам нужна только обводка, то есть строк. Переходим к строку. В строк выбираем постоянный цвет. Так, вот здесь вот. Выбирайте какой-то контрастный цвет. По типу там зеленого, красного. Ну я вот выберу зеленый. Он повеселее. Так, все. Выбрал я уже цвет. Перехожу теперь к соседнему пункту. В соседнем пункте нужно указать размер моей обводки. Ну вот в принципе я так смотрю, что 10. Ну плюс. Пусть будет 12 пикселей. В принципе нормально. Потом в следующем пункте указывайте постоянную линию. А снизу указывайте вот здесь вот в крайней левой иконке. Указывайте последний пункт. То есть чтобы обводка и шла внешней. А не внутренней и не средней. Вот. Ну и в принципе по настройкам здесь. Ну и как мы видим у нас появилась вот такая вот зеленая обводка. Которая нам в принципе и нужна. Теперь переходим в Layers. Отключаем нашу обводку. Включаем наш основной текст. Для того чтобы работать с ним дальше. А дальше мы будем его настраивать. Для того чтобы он выглядел так как нам нужно. Для того чтобы перейти к его настройкам. Возвращаемся опять же в Layers. Нажимаем на наш Union 2 раза левой клавишей мыши. После чего у нас открывается вот такое вот окно Layer Style. В этом окне нам нужно произвести несколько настроек. Ну начнем с первой. Первое это у нас Gradient Overlay. Нажимаем на него. У нас сразу же открывается Gradient. Который мы будем сейчас настраивать. Начнем сразу же с первого пункта. Это укажем угол под которым он у нас будет идти. А угол нам нужен прямой. То есть 90 градусов. Грубо говоря чтобы наш Gradient и шел сверху вниз прямо. И по Scale сразу же укажите здесь 100%. Это чтобы потом было как бы видно что вы делаете. Ну а по остальному как есть в стоке так и не трогайте его. Переходите к пункту Gradient. Нажимаете на нем левой клавишей мыши. У нас открывается Gradient Editor. Как мы видим здесь уже есть какой-то Gradient. Который был создан перед этим. Но мы будем создавать свой кастомный. Начнем сразу же с крайней точки которая здесь есть. Мы ее сейчас переделаем под себя. Нажимаем на нижний point вот здесь вот левой клавишей мыши два раза. У нас открывается окно Color Picker. И в этом Color Picker мы указываем наш белый цвет. Который нам сейчас нужен. Потом создаем свою новую точку. Для того чтобы создать новую точку просто переходите мышкой под Gradient. У вас появляется вот такая вот рука с пальцем. И просто нажимаете. После чего у вас добавляется ваш новый point. На этом новом point нажимаете опять же два раза левой клавишей мыши. И указываете новый цвет. Ну вот здесь я указываю уже вот такой вот пурпурный фиолетовый. Ну не знаю как его назвать правильно. Так вот задали здесь темно-фиолетовый. Теперь создаем еще одну новую точку. Здесь мы опять же кликаем два раза левой клавишей мыши. И здесь задаем уже черный цвет. Чисто черный. Потом создаем еще одну точку. Задаем ей уже белый цвет. Еще одну точку мы задаем ей. Здесь мы задаем такой вот более темно-синий. И еще в последней точке которая уже здесь в принципе есть. Указываем здесь опять же черный цвет. То есть у нас должен получиться вот такой вот градиент. Черный темно-синий. Белый черный. Темно-ну фиолетовый и белый. Но нужно их еще правильно разместить. То есть вот черный у нас на 100%. Здесь вот видно пункт location. То есть он у нас идет на 100%. Потом следующий пункт у нас идет где-то на 75%. Потом белый мы где-то выставляем на 51%. Черный поближе к нему где-то вот 50-49%. Фиолетовый где-то 25%. И белый на 0%. То есть вот так вот равномерно их распределяем. Только черный и белый у нас идут вот такую вот прижимочку. Ну и в принципе все. Нажимаем клавишу окей. По градиенту мы уже здесь все поднастроили. И переходим к следующему пункту. А следующий пункт это у нас outer glow. В outer glow здесь поднастроены следующие пункты. В blend mode здесь указываем screen. По opacity указываем где-то вот 30-40%. Ну пусть будет где-то вот 35%. Потом по noise 0. Здесь выбираем постоянный цвет. И по постоянному цвету здесь выбираем темно-синий. Так вот здесь вот softer. В первом пункте здесь указываем 0. А по size указываем где-то опять же от 30-40 пикселей. Ну я укажу где-то вот 38 пикселей пусть будет. Так ну и в принципе здесь уже все. Переходим к следующему пункту. Следующий пункт это у нас inner glow. Выбираем его. Сверху у нас опять же screen. Потом по opacity опять же где-то от 30-40%. Ну пусть будет где-то уже тут 30%. Ну я так смотрю чисто по картинке что там получается. Потом по noise 0. Здесь опять же постоянный цвет. Только опять же темно-синий. Так. Потом здесь вот softer. Здесь edge. Здесь вот 0. А здесь по size где-то вот 20-27%. Ну вот так вот получается. Где-то опять же 20-30 пикселей. Так. Ну и в принципе здесь мы уже все поднастроили. И остается последний пункт. Это stroke. То есть обводка. По обводке здесь указывайте по size минимальную. Ну буквально 1-2 пикселя. По position указывайте inside. По blend моду overlay. По opacity 100%. Fill type здесь color. То есть постоянный цвет. Ну полный цвет. И по color указывайте чисто белый цвет. Ну и по настройкам нашего union уже все готово. Можем нажимать клавишу ok. А теперь переходим к его обводке. Отключаем наш union в layers. Отключаем наш union copy. Опять же на нем нажимаем два раза левой клавишей мыши. И переходим к его настройкам. Нас интересует здесь только один пункт. Это gradient overlay. Выбираем его. Здесь опять же давайте все поднастроим. Здесь угол выставляем где-то на вот 60%. Где-то так под углом. Чтобы на скос и шел справа налево. А так сверху вниз. Потом по скейлу указывайте где-то вот не 100% уже. А вот 120 так 110. Здесь normal. Opacity 100%. Ну и в принципе больше ничего не трогаем. Кроме того что мы опять же создаем свой кастомный градиент. Опять же переходим к градиенту. Тоже здесь идет 6 точек. 6 поинтов. Но они немного по другому размещаются. И другие уже цвета. Для того чтобы его сделать. Переходим к первому пункту. В первом пункте мы указываем здесь вместо белого. У нас идет такой вот более бирюзовый. Такой светлый. Потом следующий пункт у нас идет уже опять же темно-синий. Темно-синий. Ну в принципе они как бы через один получилось. Бирюзовый темно-синий. Бирюзовый темно-синий. Ну вот так вот 6 поинтов. И теперь размещаем их грубо говоря. Так вот один на одинаковом расстоянии друг от дружки. То есть вот так вот. После того как задали эти параметры. Нажимайте на клавишу окей. И в принципе по обводке у нас мы будем дальше работать. Я уже там покажу. Включаем наш юнион. И видим что у нас уже имеется такая картина. Уже немного повеселее. Уже появился вот такой вот эффект блеска от хрома. То что нам в принципе и нужно было. Но мы его сейчас еще доведем до толку. Сейчас будет более такой вот скучный процесс. Но он прибывает в нашей картинке более такой вот красивизны. Что ли как это назвать. Ну по факту получится красивая штука. Ну посмотрите потом что получится. Вставляем наш включенный юнион. Вставляем нашу включенную обводку. Отключен у нас стек. Теперь создаем новый слой. Опускаемся здесь в лейерсах вниз. Нажимаем на создание нового слоя. Перемещаем он над юнион копи. Все больше ничего с ним не делаем. Переходим теперь в панель инструментов. В панели инструментов находим инструмент полигонального лассо. Приближаемся к нашему юнион. И теперь делаем вот такую вот вещь. Нажимаем на вот так вот по контуру нашей обводки. Вот так вот делаем. Сейчас покажу что мы делаем. Переходим к инструменту градиента. Выбираем его. В градиенте выбираем по цвету здесь черно-белый. И выбираем здесь линейный. Так. Blend Normal. Ну Mode Normal. И Опасити 100. Так. И теперь опускаемся к нашему выделению. Зажимаем левую клавишу мышу. И тянем например слева на право. И получается вот такой вот градиент черного на белый. Вы спросите как ну что это за фигня. Сейчас покажу для чего это. Нажимаете комбинацию клавиш Ctrl плюс D. Для того чтобы убрать выделение. Переходим в Layers. В Layers ищем наш Layer 1. И по нем меняем отображение не Normal. А указываем здесь Color Burn. И получается вот такая вот интересная вещь. То есть переход с такого вот черного на более светлый. То есть прозрачный точнее. Грубо говоря мы делаем такой себе блик по каждому контуру. И кстати если вы например вот накосячили. Вот вы делали полигональный лосо какое-то там выделение. Но оно получилось не то как вам нужно. И вы хотите его переделать. То нажимаете просто клавишу Escape. И ваше выделение автоматом пропадает. И вы выделяли себе. И тут получилась вот такая вот ситуация с закруглением. Как и что делать. Делается это все элементарно. Делайте выделение к максимальному закруглению. И старайтесь сделать так. Чтобы ваше вот это вот выделение по градиенту. Оно приходило с белого на черный. А черный в белый. Ну чтобы как бы красивее выглядело. Но если получается вот такая же ситуация как и здесь. То есть у меня два закругления по две стороны. То ничего страшного если черный перейдет в черный. Ну как бы чтобы это каждый раз не повторялось. А вот таких вот грубо говоря в форс-мажорных ситуациях. И вот смотрите еще ситуация номер два. Например у вас идет вот такой вот острый угол на букве N. Что с ним делать? Делаем вот такое вот выделение по всему углу. Потому что если вы будете делать два выделения. То есть стык будет проходить вот тут. То получится оно как-то ну стрёмно по факту. Я уже провел когда делал тестовую картинку для этого урока. Ну и теперь опять же смотрим. У нас здесь черный. То есть здесь должен быть внизу белый. Вот так вот проводим. У нас получается здесь черный. Переход к белому. Ну и работаем дальше. Вот смотрим еще ситуация номер три. У нас буква О в которой закругления идут как сверху, так и снизу. Что с этим делать? Опять же идем к максимальному закруглению. Включаем наш инструмент градиента. И теперь в настройках градиента поднимаемся вверх. Не меняем цвет. Выбираем просто другой тип самого градиента. Перед этим у нас был линейный. А теперь выбираем круговой. После чего просто переходим на центр данного выделения. И уходим в одну сторону. Видим что у нас по центру идет черный. А по краям белый. То есть прозрачный для нашего градиента. Ну вот я в принципе уже сделал все буквы. Все получилось как и было запланировано. Вот можете уже видеть. Так что по обводке у нас уже все готово. Да запарная немного работа. Но по факту уже выглядит намного круче. Переходим к теку. Опять же нажимаем на нем два раза левой клавишей мыши. Для того чтобы открыть его настройки. И сразу же перейдем к первому пункту. А именно градиент overlay. Переходим к нему. Так сразу же давайте пробежимся по настройкам. Blend Mode. Здесь опять же Normal. Опасити сотня. Реверс галочку в принципе не надо ставить. Но если перепутали опять же стороны. То ставьте галочку. Здесь линейный. По углу. Смотрите по углу так. Чтобы он плюс минус совпадал под тем углом. Под которым у вас идут буквы. Например вот у меня по моему где-то вот 47 получается. Ну вот так пусть и будет. Потом по скейлу самого градиента. Ставьте где-то вот 130 процентов. Ну 130, 135, 140. Ну я поставлю мне молоку 130. В принципе мне хватало с головой. Так вот. Переходим к нашему градиенту. И на градиенте теперь мы будем опять же делать свой кастом. Но нам уже не нужно сколько поинтов. Нам нужно только два поинта. Давайте выберем какой-то вот черно-белый. Например для того чтобы не удалять стандартные поинты. Так. Чтобы у нас осталось только два. И теперь там где черный. Выбирайте фиолетовый. Ну такой вот пурпурный. Или как он называется. Правильно не помню. Так. А на втором поинте выбирайте уже более розовый. Так вот светло-светло-роз. Ну какой-то такой. Вот. И вот таких вот цветах пусть оно будет. После этого нажимайте клавишу окей. Так. Все. Поднастроили. Теперь переходим к следующему пункту. Это опять же outer glow. Здесь мы сверху оставляем screen. По opacity где-то 32% пусть будет. По noise 0. По цвету теперь выбираем вот опять же этот. Пурпурный или фиолетовый. Ну такое что-то темное. Темно-розовое. Не знаю как это. Потом здесь softer. Здесь 0. По size где-то вот уже 50 пикселей. Побольше немного. Ну вот 57 плюс пусть будет. Ну и в принципе здесь уже тоже все. Опять же переходим к следующему пункту, который был перед этим. Inner glow. Так. Здесь сверху. Так. Здесь выбираем уже color dodge. Теперь следующий пункт opacity. Ну давайте его сейчас пройдем. Потом позже на него посмотрим. Потому что он такой там мутный. Нужно смотреть он подходит или нет. По процентному соотношению opacity. Так вот по нойзу 0. Так. Вот здесь вот по цвету опять же постоянный цвет. Только уже не розовый, не синий, а чисто белый. Вот видите. Проявилась у нас белизна вот эта. Вот теперь мы можем переходить опять же к opacity. По opacity выставляйте так, чтобы у вас контур был немного белый. Но под конец, чтобы уже получалось такое вот поле с тенями. Ну плюс-минус такое. Потом. Здесь вот softer. Здесь edge. Здесь 0%. А в пикселях указывайте где-то от 10 до 20%. Но я укажу где-то вот 16 пикселей в принципе. Нормально. И теперь последний пункт это bevel and emboss. Переходим к нему. Здесь немножко нужно подзаморочиться. Здесь у меня остались старые настройки. Но я сейчас расскажу что я менял. Здесь второй пункт. Здесь первый пункт. Здесь 100%. Здесь up. Здесь size в районе от 10 до 20 пикселей. Ну пусть 16 как было так и будет. Здесь 0. Здесь 90 градусов. Здесь 30. Здесь галочку use global light. Здесь screen. Здесь multiply. Во втором пункте. И здесь мы ставим по opacity 100. И выбираем опять же вот этот вот темно-пурпурный. Темно-розовый. А здесь уже светло-розовый. Ну и в принципе по настройкам нашего тека все. Можем нажимать клавишу окей. В принципе уже большая часть работы сделана. И в принципе она уже выглядит как в финале. Уже похоже. Но. Но. Кстати я забыл про втык. Я уже кстати про втыкался. Вот я вижу что у меня тег здесь был поднят по правому контуру. Но ничего страшного. Ладно. Выбираем наш тег в layers. Нажимаем комбинацию клавиш control плюс t для того, чтобы активировать свободное трансформирование. Теперь зажимаем клавишу control и клавишу shift. Shift для того, чтобы оно не ходило в стороны. Теперь переходим к центральной точке по правой стороне. И поднимаем ее просто вверх. Ну вот я поднимаю где-то на минус 100. 11,5 градусов. Нажимаем клавишу enter для того, чтобы применить это все. И перемещаем наш тег куда нам нужно. Переходим в layers. В layers создаем новый слой пустой. Layer 2 у нас. Так. Потом. Переходим в панель инструментов. В панель инструментов ищем инструмент кисточку. Вот он. Переходим в палитру. В палитре выбираем какой-то вот более такой светло-розовый цвет. Приближаемся поближе. С помощью alt и колесика. Или же с помощью control плюс, control минус. Может кто не знает. Теперь поднимаемся вверх для настройки. В настройках выбираем размер поменьше. Ну где-то вот 69 бикселей у меня получается. И по размытию контура ставим 0%. Точнее по точности контура ставим 0% точность. Чтобы он был полностью размытый. Все. Опасити 100, flow 100, smoothing 10% в принципе с головой. Теперь убеждаемся, что у нас выбран наш пустой слой. И смотрим где у нас идет стык между тег и юниан. Вот здесь вот идет стык. Я вот здесь и провожу кисточкой. Потом emnos contact. Тоже здесь вот кисточкой пару раз нажал. Все. Вот получилось что-то такое. Для того, чтобы это все выглядело нормально. Возвращаемся в layer. Выбираем наш layer 2. Выбираем режим наложения. Здесь не normal. Теперь режим color. После чего мы видим, что у нас на наших буквах появляется вот такой вот розовый цвет. Но он какой-то сильно ядреный. Давайте его понизим по опасите. Где-то не 100, а пусть будет где-то 60%. И переместим его ровно над группой 1. То есть нашим юниан. Все свечение от тег мы добавили. Теперь давайте подобавляем свечение фоновое. Ну это элементарщина. Отдаляемся. Создаем два пустых слоя. Один перемещаем под групп 1. Один перемещаем под тег. Теперь давайте выберем групп 3, который под групп 1. Переходим опять же кисточке. В кисточке опять же размазывание полностью 0. Размер задаем уже побольше. Ну подбираем размер кисточки уже по размеру нашего текста. То есть если у меня юниан вот такой вот побольше, то я дам ему наверное вот 600. И в палитре выбирайте похожий цвет, но посветлее вот синий. И вот так вот просто провожусь. Вот такой вот получилось. Сразу же понижаю его по опосите в лейерсах. Где-то на процентов 20. И то же самое делаем с нашим теком. Давайте добавим звездочки. Только звездочки я забыл где они у меня на компьютере находятся. Так что я их свистну просто из соседнего проекта. Ну я думаю вы знаете как вносить объекты в фотошоп. Ну я вот так вот элементарно свистну. Нажму Ctrl-C, Ctrl-V. И кстати сразу же на этих звездочках задавайте где-то вот опасите не 170, 80. Чтобы они были немножко прозрачные. Чтобы это было не сильно ярко. Ну а по отображению ставьте Normal. И теперь элементарно перемещаемся поближе к нашему тексту. Выбираем наш слой с звездочкой. И вырастаскиваем их вот так вот по краям. Если кстати мышка у вас скачет по краю. То есть не ставит вашу звездочку в то место куда вы хотите. То можете это все элементарно подкорректировать более точно. С помощью клавиш, точнее стрелочек вверх, вниз, влево, вправо. Ну а для того чтобы продублировать вашу звездочку. Просто зажимаете клавишу Alt. Убеждайте что у вас выбран ваш слой с вашей звездочкой. И тянете ее в сторону с помощью инструмента перемещения. И у вас уже звездочек аж две штуки. Вот так вот их дублируйте, перетаскивайте и расставляйте по любых углах, которые вам нравятся. Ну вот что-то такое получилось у меня. Я сильно не запаривался. Немного же их порастаскивал. Ну получилось что-то вот такое. Ну и по факту мы получили то, что как бы и было задумано. То есть вот пример. А вот то, что получилось. И по-моему получилось даже немного лучше, чем было в примере. Так что вот так я уже приглашился делать данный эффект. Эффект текста в стиле ламповых 80-х. То есть здесь есть как и хром, как и блеск. И вот эти вот лампы. То есть то, что было тогда популярно. Ну а вы не забывайте ставить нам лайки под нашими видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Потому что чем больше нас, тем лучше. Ну а вам спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok